Приветствую вас. Если вы действительно хотите и готовы работать, то в первую очередь нужно вам определить, для чего он вам нужен. Вы говорите, что любите его, но при этом ваш вопрос звучит так, что как мне вернуть его внимание. Понимаете, любящий человек, он вести себя именно так не будет, любящий человек не переживает по поводу того, как ему вернуть внимание, внимание другого, потому что любящему человеку все равно, вот. Поэтому первое, с чего бы я начал, это с того, чтобы вы себе объяснили, что вы для себя определили, почему вам так важно его внимание. Вот. И стали вести себя все-таки более независимо, да? То есть, вот если вы говорите, к примеру, что если ему не писать, не звонить, то он не побеспокоит. Так, а он и не должен это, во-первых, вам звонить и писать. Это первое. Второе. Видит смысл в том, чтобы это продолжалось какое-то время, видит смысл в том, чтобы это именно продолжалось по времени, продолжительное количество. То есть, это не в том смысле, что вот вы один раз ему написали, да, и всё. Это смысл в том, чтобы это была стратегия. Чтобы это была стратегия поведения. Чтобы это была именно позиция такая ваша. Чтобы он точно знал, что вы сами ему не напишете первое, к примеру. Вот. А на данный момент, да, вот, пока что, он знает, что сколько времени он вам написал, да, он всё равно в инопичестве, вот. Это такая история. То есть, мужчина излишне самоуверен, можно так сказать. Вот. Поэтому тут, на самом деле, можно говорить как о действительно вашем страхе, к примеру, одиночество, вот, которое у вас может быть, так и определенных потребностей, о которых вы сейчас пытаетесь с удовольствием говорить. Поэтому с этой историей, с этим моментом тоже нужно работать. Вот. Внимание, мужчины, внимание, мужчины, можно вернуть только в том случае, если вы будете той, какой вы его изначально к себе привлекли. А если вы вспомните, то изначально вы его к себе привлекли именно своей независимостью, своей игривостью, своей активностью и так далее. Вот вам и ответ на ваш вопрос по сути дела. То есть, ответ на ваш вопрос заключается в том, чтобы вы вспомнили, какой вы были тогда. Так и вспомните, вспомните, какой вы были тогда. Что вы из себя представляли тогда. И встаньте, встаньте этой же личностью. Вот. А сейчас вы и чересчур нуждаетесь в мужчине, потому у вас ничего и не получается. Вот. Я уже молчу про то, что, как сказал мой коллега, курортные романы, они, ну, курортные романы, они, как правило, недолговременные. И что-то серьезное из них вытекает довольно редко. Вот. И, кстати, тоже достаточно важная история, почему вы отношения выстраиваете именно, ну, именно, предпочли выстраивать отношения именно в курортном романе. Вот. То есть, у вас нет с мужчиной, по сути, никакого фундамента для отношений. Вот. Нет никакого общего дела, которое могло бы стать основой для ваших отношений. Мужчина, по сути, вас не видит никак иначе, кроме как женщину. А этого мало для серьезных отношений. Понимаете? И вы ему, видимо, себя не демонстрируете как личность. Вот. Все. Тут все тоже является проблемой, на мой взгляд. Вот. И проблемой довольно серьезной. Вот. Так что, тут нужно не только над вашим страхом работать, но и над тем, как вы себя презентуете мужчине. Вот. Значит. Вы говорите, что помирились. Ну, а если вы помирились, то каким выводом пришли, когда помирились? Какие решения приняли? Вот. Последнее ваше общение наглядно показывает, на мой взгляд показывает, что уважение к вам у мужчины пойдет меньше и меньше. Все больше и больше. То есть, чем сильнее вы ориентированы на него, да, чем сильнее вы ориентированы на него, тем меньше у него к вам уважения. То есть, он хочет вас завоевать. Вот. Мужчина это завоеватель. Мужчина не готов к серьезным отношениям. И если вы хотите его к себе привязать, если вы хотите, чтобы он был с вами, то нужно именно демонстрировать ему свой личный сирот, и то, что вы совершенно спокойно можете без него обойтись. Вот. Других вариантов здесь попросту нет. Вот. Так, значит, компания общих друзей. Вы понимаете, в любом человеке есть изюминка. Другое дело, что он не может вас увидеть, эту изюминку. Но это... Но ваша ли это проблема? Дальше... То есть, у вас отношения разговаривались быстро. Это тоже, на мой взгляд, показатель такой определенной несерьезности и несерьезности, потому что... Тут может быть и влюбленность, и так далее. Вот. Мужчина боится близости, но либо боится, либо не хочет ее. Вот. Ам... Так. Значит. Вот вы пишите, что... Вы ему написали, а зачем вы написали. Вот. Вы пишите, о чем разговаривать человеком, который сам меня отталкивает от себя, а я к нему за все еще люблю, и мне хорошо в его компании. То есть, вы свою проблему видите в себе, мать. Вы проблему видите в себе только потому, что он вам нужен для чего-то, и вы боитесь, если он идет в чего-то. И вы будете думать о себе хуже, если он идет. Ам... Так. Совет тем, что нужно уделять малому вниманию, не прокладывать, так как если я не вспомню его, он зовет и не беспокоит. А что в этом страшного? Зульмира. Что в этом страшного? Вот. И, собственно, вот вы пишите, помогите мне что-то сделать, чтобы снова вернуть его внимание к тебе. А помимо всего очень перечисленного, да, основной вопрос. Зачем? Зачем? Зачем вам его внимание? Если вы его любите. Ну, если вы его любите, вам не нужно его внимание. Понимаете? Кто-то, кто любит, ааа, он вниманием к себе не интересуется. Вот. Ааа, внимание нужно вам. Это потребность во внимание. Это естественное потребность. Но удовлетворять ее нужно самостоятельно и не в отношениях с мужчинами. Вот. Хотите научиться? Должно работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.